И снова здравствуйте! Точнее, добрый день, Тюмень! Так называется программа, которая не пугает вас криминальной хроникой, не раздражает заумной экономической терминологией, которая далека от политики, но зато близка и понятна всем, кого волнуют простые житейские вопросы. С вами Ольга Солоницына, и вот о чем мы будем сегодня говорить и что показывать. Сигнал для всех. Тонкости перехода на цифровое вещание. Время перемен. Как получить новую профессию в декрете. Девочки начинают и выигрывают секреты успеха тюменских бизнес-леди. Год общероссийской технической революции. Именно таким эпитетом можно наградить 2019-й, потому что вся страна переходит на цифровое вещание. И это, между прочим, самый большой, самый масштабный проект цифровизации телевидения в мире. На секундочку. Насколько готова к нему наша область? Как этот процесс будет проходить? И что изменится для людей, которые по ту сторону экрана и по эту? Эти вопросы мы адресуем руководителям Урала-Сибирского филиала, российской телевизионной и радиовещательной сети. Евгению Дроздинскому. Евгений Аркадьевич, здравствуйте. Рады вас видеть и рады такому замечательному поводу. Присаживайтесь, пожалуйста. Правда, вот замечательный повод или не замечательный, сейчас мы узнаем. Первый вопрос, наверное, его поздновато уже задавать, но все равно ответ еще, наверное, не всем очевиден. Зачем? Зачем переходить на новое цифровое телевидение, если вроде и старое, как бы, неплохо справлялось? Или нам кажется, что неплохо справлялось? Это вам кажется, на самом деле, потому что, конечно, принципиально, качественно отличается цифровое телевидение от аналоговое телевидение. Кроме этого, у нас с вами исчерпан ресурс аналоговых частот для развития телевидения как такового, в городе Тюмени, по крайней мере, это однозначно. И, соответственно, задача стояла, самое главное, в том, чтобы это, так сказать, неравенство, которое существовало между селом и городом, да, его преодолеть каким-то образом, да. И сегодня у нас есть возможность и на селе, в районе, да, и в городе, умение смотреть 20 общеобязательных каналов, да, которые обозначены указом президента, как общедоступные и обязательные, то в самом далеком селе, что в городском. Ну, вот мы попали во вторую волну, да, Тюменской области, когда у нас это 15 апреля все это случится. Ну, вот смотрите, просыпаются люди... Это мы говорим сейчас с вами об отключении аналогового сигнала. Об отключении аналогового сигнала. Об отключении. То есть цифра в эфире, она уже вещает, так сказать, давно. Отключение аналогового сигнала 15 апреля. Ну, вот просыпаются люди 15 апреля, привычным рукой тянутся к телевизору. И что на телевизоре будет? Ну, это те, кто не перешел на цифру и, естественно, так сказать, не подготовился вовремя к этому переходу, то он увидит на экране надпись о том, что, так сказать, для того, чтобы... Ай-яй-яй? Да, ай-яй-яй. Обратитесь к телефону 8 800 220 2002. Это федеральная горячая линия, где можно получить консультацию. Поэтому лучше заранее подготовиться, естественно, так сказать, приобрести либо новый телевизор, который, так сказать, позволяет сам непосредственно принимать цифровой сигнал DVB-T2. Это такой стандарт вещания DVB-T2. Вот это надо всем обязательно знать, потому что это, так сказать, вот стандарт вещания цифрового эфирного телевизора. Вот. Либо приобрести приставку, да, так сказать, к старому телевизору, который не позволяет принимать непосредственно на телевизионный приемник сигнал DVB-T2. Настроить ее, включить и таким образом смотреть цифровое телевидение. Чуть позже мы точнее еще поговорим о приставках. А вот скажите, в Тюмени, по крайней мере, там, ну, процентов 70, наверное, покрыто кабелем. Кабельная телевидение и цифровое, как они будут? Ну, на самом деле, это завышенная, конечно, цифра. Конечно, 70 процентов. Проникновение кабеля, ну, процентов 40. Вот так, если по-честному сказать, что процентов 40. Остальные люди смотрят эфирное. Ну, кто эфирное телевидение, да, кто цифровое, кто аналоговое телевидение, эфирное, кто спутниковое телевидение. То есть, как... И все-таки, а как с кабелем будет существовать это все? Дружно. Задача, наша задача сегодня с вами, ну, вот, как бы, мы все-таки... Наша программа сегодняшняя, да, она считается частью той информационной разъяснительной кампании, которую мы сегодня ведем вместе, все дружно, и средства массовой информации, и РТРС, вот, и на федеральном уровне, и на региональном уровне. Задача не та, чтобы, так сказать, привлечь всех, смотреть цифровое эфирное телевидение. Ни в коем случае. Задача так, чтобы, вот, обеспечить возможность гражданам России смотреть 20 телевизионных каналов и 3 радиостанции слушать, так сказать, по той же сети. Вот, поэтому, как люди, которые смотрят кабель, и нравится смотреть кабель, пусть они смотрят кабель, кто смотрит спутник, кто смотрит спутник. А кто смотрел эфирное, теперь будет смотреть. Кто смотрел эфирное, будет смотреть цифровым, да, в формате уже и качестве, естественно. Вопрос такой, знаете, личной заинтересованности, да. Наш канал «Тюменское время», в частности, наша программа «Добрый день, Тюмень». Мы где будем встречаться со зрителями, которые будут переходить на цифровое телевидение? Ну, пока вы останетесь, так сказать, в том же аналоговом формате вещательном телевидении, где вы вещаете. Вопоминаем. Аналоги, да. Где вещаете в кабеле, там будете в кабеле. Интернет-вещание тоже никто не отменяет, оно как было, так и есть. То есть пока вот этот переходный период, региональные компании, муниципальные компании, они остаются в аналоге, то есть переходят на цифру, те 20 федеральных вот этих программ, ну, плюс филиал ВГТРК, это у нас это регион Тюмень, на Ямале это, так сказать, Ямал, телекомпания, и у Гория на Ханты-Мансийском округе. Все остальные, как бы, вот, так сказать, остаются в аналоговом формате до какого-то времени, оно еще пока не обозначено, мы об этом говорить не будем. Но все об этом думают, все этим озабочены, и, соответственно, какое-то решение будет принято. Сегодня задача, чтобы вот мы построили инфраструктуру, так сказать, вот этого цифрового вещания, дальше, так сказать, наращивать уже не проблема. То есть самое главное было построить именно инфраструктуру, управление этой, так сказать, сетью. Но сеть очень сложная сама по себе. Мы Тюменская область, так мы работаем на территории всей Тюменской области, наш филиал. Большая зона ответственности. Полтора миллиона квадратных километров, так сказать, которые расположены в станции вещания, да. Вот. А так она сложная не только потому, что большая территория, а еще у нас есть два субъекта федерации, которые, так сказать, тоже осуществляют филиалы, врезку. Федеральные каналы, Россия, Россия 24. Надо интересовать всех, хоть честь по возможности. Да, и надо. Вот. И поэтому, так сказать, мы до сегодняшнего дня, оно продолжается, оно как бы не останавливается, конечно. А вот до сегодняшнего дня именно, так сказать, что-то модернизируем, что-то, так сказать, дошлифовываем. А вот скажите, насколько это будет уверенный прием? Потому что и сейчас те люди, которые смотрят цифровое телевидение, иногда жалуются, потому что сигнал пропадает и все. И антенну шевелить бесполезно. Ну да, есть, конечно, так сказать, некоторые сложности кое-где. Опять же, это не повсеместно, это понятно, что эфир есть эфир, да. А проблема в чем? Проблема в том, что у людей комнатная антенна, если комнатная антенна, то окна, которые не выходят на ретранслятор, естественно, так сказать, они находятся в теневой зоне. Проблемы в городах первых этажей тоже проблемы, да, потому что они все в тени находятся, вокруг застройка, так сказать, многоэтажная. Вот, поэтому сегодня все озадачены тем, чтобы восстановить систему коллективного приема телевидения, так называемого, СКПТ мы называем. Это, которая на крыше? Это, которая на крыше, да, антенна. К сожалению, за эти, так сказать, там, ну, 30 почти лет непонятных, так сказать, там, отношений каких-то между гражданами и ЖКХ, да, ЖКХ, то вся эта система была, ну, в 90-х годах практически разрушена, потому что кабельщики первой волны просто отрезали эти антенны. Ну, да, и правда. И эту сеть используют там в своих каких-то местах, да. Новые застройщики, они, как бы, тоже этому мало внимания уделяют, то есть, ну, должна быть антенна, должна быть, ну, какая, как она там будет работать, это никого не волнует особо. Вот. Мало того, управляющая компания, как бы, не вправе навязывать там своим гражданам, которым управляют, да, теми квартирами, которыми они управляют, так как владельцами являются этих домов сегодня жители, да, так сказать, а не управляющие компании. А жителям сложно прийти к единому мнению. Да, ну, это практически невозможно. Поэтому это будет решаться, конечно, централизованно, вернее всего, потому что такие сейчас поручения даны комиссии, правительственной комиссии по телерадиовещанию, Министерства строительства и ЖКХ, и Минсвязи России, чтобы они сейчас провели мониторинг, вообще, наличие этих систем. Антенного хозяйства, ревизию всего, да? Ревизию сюда провели, и тогда уже, так сказать, будет принято какое-то решение, либо ее восстанавливать, либо что-то другое, ну, как-то, так сказать. Вы знаете, вот у нас полтора миллиона квадратных километров, да, есть в Тюменской области уголки, которые не покрыты цифровым вещанием? Да, есть. И что с ними будет, если мы говорим все-таки о равенстве, да? Есть такие уголки, ну, к сожалению, так сказать, у нас очень большая территория, и, соответственно, этому, ну, в каждый населенный пункт мы не могли поставить ретранслятор, потому что это очень дорогое удовольствие. Иногда и бессмысленно, там, если совсем какой-то маленький населенный пункт, но тем не менее. Да, но есть и более-менее большие населенные пункты, есть всякие населенные пункты, которые, так сказать, там попали в зону неохвата, так называемого, да? Вот, ну, это, ну, для нас это проблема, потому что мы, так сказать, должны решать вместе с государством эту проблему, каким образом нам, значит, до них довести, да, эти 20 каналов. Поэтому на уровне региона принято, так сказать, постановление соответствующее, где незащищенным славям населения оказывается, так сказать, помощь в приобретении спутниковых комплектов по, так сказать, льготной цене еще ко всему, то есть спутниковые операторы. В эти уголочки будет спутник. Ну, да, там будет спутник. К сожалению, туда, на спутнике нет вещания регионального, никакого, конечно, есть, но 20 федеральных каналов, то есть люди смогут смотреть. В дальнейшем, конечно, мы, когда закончим всю вот эту, и отключим, и это, и какие-то планы будут строиться, и там мы вместе с регионами будем уже решать, как решить эту проблему путем непосредственного вещания все-таки эфирного. Ну, сегодня пока вот так. И у нас, конечно, есть, там, 2,7% населения на юге Тюменской области, где, так сказать, которые не... Которые скоро подружатся со спутником, да? Да. Ну, они уже в основном дружат, конечно, в основном. Ну, все равно люди хотели бы иметь возможность, и они должны иметь возможность смотреть бесплатные, те вот, как бы мы, про те 2 пакета телевизионных программ, про которые мы говорим, бесплатные, общедоступные и обязательные для трансляции всеми операторами связи. Ну, сейчас, наверное, одна из самых важных задач все объяснить и помочь людям настроить каналы. Этим активно занимаются волонтеры, и подробности этого глобального цифрового ликбеза далее в нашей программе. И этот пульт вам не надо будет. Вы будете работать вот этим пультом, то есть все каналы... Пожилые пожилым. Вот так понятно серебряные волонтеры объясняют, как перейти в эпоху цифрового вещания. 20 минут и 20 каналов в отличном качестве теперь доступны и пенсионерке Татьяне Топорковой. Каналов было шесть, которые можно было смотреть, что и то переключала домашнюю антенну на уличную. Ну, изображение, конечно, в супроте того, что сейчас и было, какая разница большая. То, что для пенсионеров цифровые приставки и настройка канала в темный лес, всего лишь миф, уверена волонтер Вера Тухватулина. Она вместе с такими же активистами 55+, посещала тематические медиаконференции. Очень все доходчиво нам объяснили, все показали на примерах. И поэтому мы, я думаю, что мы быстро научились этому. Ничего сложного в этом нет. Посещала курсы и волонтер Галина Вальчишин. И теперь они вместе помогают пожилым преодолевать цифровой барьер. А раз сама научилась, захотелось передать знания свои другим людям. И вот даже где-то собираемся и начинаем разговаривать. И я говорю, я вот прошла такие-то курсы, вы знаете, что мы переходим на цифру. А что это такое, начинают спрашивать, и как это, и что это сделать. А знать ответы на эти вопросы важно. С аналоговым вещанием придется попрощаться всем жителям области 15 апреля. Чтобы переход оказался как можно мягче, для части населения предусмотрены меры поддержки. Так, на компенсацию затрат в связи с покупкой оборудования для приема цифры могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной, те, кто родился до 31 декабря 1931 года, и получатели адресного социального пособия. А это 35 тысяч жителей области. Мы продолжаем разбираться в вопросах перехода на цифровое телевидение. И делаем это сегодня вместе с руководителем Урала-Сибирского филиала российской телевизионной радиовещательной сети Евгением Дроздинским. Евгений Аркадьевич, теперь непосредственно технические моменты. Есть у меня телевизор, и как мне понять, он у меня примет цифру с 15 апреля или не примет? Ну, есть два способа. Один, так сказать, способ взять, открыть техническое описание, так сказать, этого телевизора. Ну, сразу же проматываем этот способ. Я не думаю, что многие хранят инструкции. Ну, да. А можно вспомнить, а что было наклеено на экране, да, когда покупаешь телевизор там, потому что есть. Ну, что не вариант, мне кажется. Не вариант, да? Значит, третий вариант. Взять, включить телевизор, нажать кнопочку меню, да, и там будет настройка, да, каналов, так сказать. И написано, где написано, настройка цифровых каналов. То есть, есть такая надпись, настройка цифровых каналов, это здорово, да. Можно включить ее и автонастройкой, таким образом, найти эти каналы, да. Это телевизоры до какого года выпуска? Есть какая-то градация, нет? Ну, это, так сказать, вообще до 14-го года, как бы, вот, телевизоры выпускали вот той. Той эпохи, да. А с 14-го, то? Они тоже называются цифровыми, потому что там был стандарт 9, просто не Т2, вот, на конце, а Т. Вот, там есть, так сказать, для приема спутникового, там, да, возможности, кабельного. Они тоже, как бы, цифровые функции. Да, ну, вот именно это. А мы сегодня говорим, да, о стандарте 9,5, 2, которая цифра, которая принята в Российской Федерации, как стандарт вещания. Вот, и, как бы, совершенно четко, когда мы включим настройку, если он найдет эти каналы, он их, так сказать, сам. Покажет? Мониторит, найдет, откроет, будет видно, так сказать, перечень тех каналов и три радиостанции, да, которые будут написаны. То есть, после чего, телевизоры, выпущенные после 14-го года, там, скорее всего, процентов 99,9, они там есть. Если... 99, да, я не могу отвечать за все, потому что попадаются телевизоры еще и старых партий, ну, все равно, так сказать, торговля должна продать то, что у них есть. Ну, там есть шанс, да, если нам цифровой поиск этот не выдает, то, значит, мы обращаемся к приставкам. Да, мы покупаем приставки. Мы, кстати, обратились к приставкам, сходили в магазин, ажиотажа нет пока, на выбор там было штук 8 или 9 моделей, и мы попросили просто консультанта, вот, посоветуйте нам приставочку для того, чтобы, значит, с 15-го апреля принимать цифровой сигнал. Правильно он нам посоветовал или нет? Не обманул? Ну, прежде всего, мы, так сказать, обращаем внимание, вот у нас с вами надпись, видите? Да, ну, мелко, правда, очень, но написано ДВТ2, ДВБТ2. Ну, то есть, если такая надпись есть, значит, это приставка как раз для приема цифрового сигнала ДВБТ2. А дробь S, дробь C, что значит? Ну, то есть, эта приставка может также работать для приема спутникового телевидения, так сказать, поэтому есть стандарты вещания разные, но вот наш, то, о чем мы сегодня говорим, и к чему всех призываем и готовим, это вот цифровое фирмное телевидение стандарта ДВБТ2. Хорошенькая коробочка. Скажите, если дома два-три телевизора, одной обойтись? Ну, к сожалению, надо на каждый телевизор свою коробочку. Иначе будем одинаковые каналы на всех телевизорах смотреть, да? Ну, либо, да, мы подключаем к этой приставке все телевизоры и будем смотреть, так как каналы переключаются уже на приставки, а не на телевизоры, культом дистанционного управления. Вот, то, соответственно, этому мы будем одновременно переключать на этой приставке на всех телевизорах. Да, это не вариант, конечно. А цифровое телевидение на компьютере можно посмотреть? Можно посмотреть и на компьютере. Для этого существуют модемы, так называемые, которые втыкаются в порт USB. Такой, как флешка, так сказать, штучка, которую втыкаем в порт USB. Он называется тоже модем ДВБТ2. Точно так же. Ну, так же можно смотреть, естественно, много приложений разных есть, да, так сказать, там в компьютере, которые можно скачать, где можно смотреть, там, бесплатно, где-то на подписке телевидения, так сказать. Ну, всеразличный сегодня способов очень много. Там везде присутствуют вот эти 20 каналов именно вот этих двух пакетов. Итак, значит, еще раз, друзья, мы смотрим на то, чтобы были буквы ДВБТ2, то, что за косой чертой не суть важно. Главное, чтобы вот эти вот, там могут быть две черты, там еще что-то написано. Главное, ДВБТ2. Ну, еще, наверное, скажем, чтобы заранее озаботились наши земляки этим вопросом, чтобы не было ажиотажа, чтобы спокойно подойти к этому. Ну, да, потому что у нас есть уже опыт, да, потому что у нас там первая Тверская область перешла на полностью цифру, и аналог был отключен. Вторая, первая волна отключения, семь регионов отключили, да, и у нас уже есть опыт отключения. И с высоты этого опыта мы говорим, поторопитесь, лучше не откладывайте в дальний ящик. Спасибо, пусть все, ни пуха, ни пера, я не знаю, что нужно пожелать, чтобы все было хорошо. И зрителям самое главное, чтобы они вовремя все сделали, чтобы не было у них черного экрана с надписью «Позвоните по телефону», там, такому-то. Спасибо, спасибо, пусть все получится. Спасибо, Валя. Смотрите далее. Курсы для мам. Как получить новую профессию в декрете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова